В первую очередь хотел бы всех болельщиков поздравить с Новым Годом. Была большая пауза, я думаю все соскучились, как и игроки, так и болельщики за баскетболом. И в первую очередь первая половина такая была у нас не самая удачная по защите. Мы пропустили достаточно много легких мячей, но во второй половине мы сделали акцент и упор на давление на соперника, и нам это принесло плоды, и мы одержали победу. Спасибо. Ну, можно сказать, что первая половина была такая застойная, что большая пауза в сезоне немножко нас сдержала, мы потеряли свой ритм, потеряли свою игру. В перерыве удалось с помощью простых слов до людей довести, до наших игроков довести, что нужно возвращаться назад и делать то, что мы делали раньше. Агрессия в защите увеличилась, активные руки, давление на мяч, очень много потерь сделала Одесса во второй половине. Ну, и такой простой момент, что в первой половине мы позволяли Одессе двигать мяч легко, 11 результативных передач, во второй половине всего лишь две. То есть это наша агрессия, это наша игра, это игра, с которой мы живем, и раннее быстрое нападение, быстрый переход, то, что у нас появились к этому какие-то прецеденты только за счет защиты. Все равно мне не очень нравится движение мяча в нападении, но я думаю, что в процессе игр ребята почувствуют, что это приносило нам пользу и будут делать это еще с большим желанием. Ну, правильный день, довольно-таки насыщенный отрезок, три подряд тяжелых матча, когда химик, черкасовый. Будем верить, когда ждать пополнения, когда вернуться тоже Закурдаев? Ну, Закурдаев уже практически выздоровел, насколько он будет готов физически тренироваться, играть, вопрос времени. Посмотрим, Загреба восстанавливается, я думаю, что в скором времени мы его увидим и на площадке уже. Ну, пока на эти три игры, конечно, особо на них надеяться не стоит. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok